Приветствую вас, вы просите нас помочь вам, вы просите нас помочь вам разобраться со ситуацией, которую вы описываете, но не очень понятно, в чем именно вы хотите, чтобы мы вам помогли. По крайней мере, для меня все совершенно не очевидно, потому как вы описываете свою ситуацию, ситуация плюс-минут понятна, плюс-минут ясна, вот, то, что ребенок, ваш ребенок оказался не принятым вашим старым мужем, да, и, соответственно, между ним и, между вашим старым мужем и ребенком не складываются отношения, ну, хорошие, адекватные отношения я имею ввиду, и то, что вы, вот, почему-то проигнорировали изначально, проблему, которая была, между, между вашим старым мужем и ребенком, и, соответственно, вы беременели во второй раз, и, чтобы сохранить семью, да, получается, соглашается, ну, соглашается на то, чтобы ваш сын, закончился, с кого бабочка. Вот, а теперь второй муж не хочет попредь ребенка видеть, и вы понимаете, что это развод, и хотите, чтобы мы вам помогли, вот, а вопрос, который я хотел бы вам задать, да, это вот в чем вам помочь, Ну, конкретно, в чём, потому что я не очень понимаю пока. Муж, он, скорее всего, ну, ничего менять, да, не будет. Муж, скорее всего, ну, его, скорее всего, всё устраивает, да. Он не считает, что не прав. Ну, вот, Валь второй, может, я имею ввиду. А он, скорее всего, убеждён в том, что так всё должно быть. Да, у вашего, вот, второго мужа есть определённые сложности, да, у него есть определённые трудности, это факт. Но он не хочет менять сам, вот, он сам менять не хочет ничего, да, а без его желания, что-то, ну, что-то делать невозможно. Вот. Поэтому не очень, не очень понятно, в чём именно вы хотите, чтобы мы помогли вам. А какой, вот, ну, какой помощи вы хотите от нас? Помощи в чём вы хотите от нас? А хранить семью, если вы хотите, то зачем? Зачем у вас семья? И есть ли вообще у вас семья? То есть, ну, была ли она у вас вообще когда-то? А, вот, в том ключе, да, в котором вы описываете. Мне кажется, лично, что это не семья, а это, вот, продолжение вашего конфликта, да, продолжение вашей проблемы, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ развода с вашим первым модем, вот, я лично думаю так, я лично думаю так, лично я думаю в этом направлении, вот, и, мне кажется, что решать проблему, нужно в этом направлении, то есть смотреть на то, что вы чувствуете сами, ко всему этому, смотреть на то, как и чем продиктованы ваши поступки в этой ситуации, то есть почему вы хотели сходить с ней, почему вы развелись в первый раз, как вы выбрали второго мужа, как развивались у него отношения с вашим сыном, почему вы игнорируете то, что у мужа с сыном не откладываются отношения, вот по факту, да, в принципе. Вот это очень важно, и если вы на эти вещи не будете обращать свое внимание, то, мне кажется, что неминуемо, просто неминуемо будут проблемы у вас, и у вашего сына тут тоже. там еще, ну, без этого, без этого, без этих вещей, да, без понимания вот этого, не получится выстрелить отношения. Что касается мужчины, в целом, мужчина, то он, мужчина, я имею ввиду, он, мы верим себе, он, не принимая до конца вас, он больше нацелен на получение какого-то, ну, статуса, если угодно, он больше нацелен на, ну, замещение какого-то, какой-то определенной позиции, какого-то определенного положения, ему, в принципе, это наиболее важно, то есть нет ощущения, что человек ориентирован на вас, нет ощущения, что человек ориентирован на, чтобы делать счастливый вас, ну, и так далее. Вот, сколько ребенок является продолжением вас, не принимая ребенка, он не принимает и вас в том числе. Вот, другой вопрос, что вы от него забеременели и, собственно, находитесь в некой зависимости от него. Вот, поэтому здесь имеет место быть сценарий вашего поведения и именно с ним, со сценарием вашего поведения нужно разбираться, в первую очередь, к сожалению. И вот разобраться с ним, уже и подкорректировав его, сделав ваше поведение более ориентированным на то, что вы хотите, более ориентированным на то, что вам нужно, более ориентированным на то, что вы желаете, вот уже тогда можно будет говорить о том, что вы сможете решить, что делать дальше. А развод? Ну, развод может быть, но все-таки это такая, на мой взгляд, крайняя мера, можно избежать развода, если гармонизировать отношения, но для этого, чтобы гармонизировать отношения нужно, чтобы гармония была у вас внутри, а этого как раз таки нет, потому что противоречие, да, хочу сохранить семью, развиваюсь с первым мужем, по сути, согласилась, чтобы ребенок закончил школу у бабочки, где-то вот такой вот раздрай, и вот с этим раздрайом нужно работать, вам, да? Понятно, о чем идет речь, я надеюсь, я надеюсь, надеюсь, понимать, что я хочу сказать вам. Вот, давайте сейчас еще раз мыфинга пройдем с подтекстом, так, я вышел второй замуж, есть сын, а на то время ему было 12, спустя 7 месяцев у нас разразился скандал, который очень долго назревал, дошло дело до развода, муж не воспринимал моего сына, его раздражало в нем все, все, походка речь, он видит в нем вечно препятствие, так, в чем видит препятствие, если скандал разразился, который назревал очень давно, по какой причине вы игнорировали его до того, как он разразился? То есть здесь я бы рекомендовал вам почитать про психологическую игру скандалом, вот, это ваша история, ну, относится это к вам. Так, дальше. На седьмом месяце, чтобы сохранить брак, я согласился, чтобы сын закончил школу у бабочки. Случиво вы хотели сохранить брак. Прошло 3 года, отношение к нему не изменилось, а как у него может изменится отношение, если все это время сын был не с вами, а у бабочки. Интересно. Тебя, думаю, видеть не хочет моего сына, а? Но публично делать все нормально. Но мы разводы не избежали. Ну, мне кажется, здесь вы просто не отстаиваете свои интересы, свои и своего сына. Вот. Мне кажется, что он есть риск того, что Алтфейн вам не верит, он скажет, что вы его предали. Вот. Это действительно так. Если вы рассказывали о том, что сделали, то вы действительно его предали. Вот. Так что, я бы здесь, наверное, обратил внимание на отсутствие личных границ. Ну и на психологическую, психологическую игру, скандал, да. Чтобы тоже обратил бы внимание. А вот. Примерно так. Я думаю, можно ответить вам. Надеюсь, что помог. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.